Анастасия Дороган Анастасия Дороган Анастасия Дороган Анастасия Дороган Владислава проголосовало 48 104 человека. В отношении Путина Владимира Владимировича отдали свои голоса 890 855 избирателей Алтайского края. В отношении Слуцкого Леонида Эдуардовича подали свои голоса 38 105 человек и в отношении Харитонова Николая Михайловича проголосовали 56 813 избирателей. Таким образом, Алтайский край впервые за всю историю набрал такие цифры в поддержку Путина. Предварительно действующего президента поддержали почти 85% избирателей. Некоторые районы отличились почти 100% поддержкой от числа голосующих. Данные по Родинскому району Алтайского края. По предварительным данным за данного кандидата проголосовало 95,67%. Зато Сибирский 89,14%. Благовещенский район в процентном отношении точно такой же результат 89,14%. Что касается явки. Особо высокая она была в Родинском, Олейском, Кытмановском, Колундинском и Завьяловском районах. Также в лидерах Зато Сибирске. В целом же по краю явка по предварительным данным составила 59,89%. При этом в этом году она ниже, чем была на предыдущих президентских выборах. Татьяна Голубева, Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Незаконная агитация, попытка порвать книгу списка избирателей и успех дистанционного электронного голосования. В Центре общественного наблюдения подвели итоги выборов с точки зрения их безопасности и легитимности. Выборы в Алтайском крае в целом прошли спокойно. Однако за три дня круглосуточной работы штаб общественного наблюдения выявил и предотвратил свыше 40 нарушений. К слову, в 2021 году число инцидентов было в 15 раз больше. Среди самых распространенных нарушений незаконная агитация в период самого голосования. 22 случая выявили наблюдатели-студенты с помощью соцсетей. Мы связываемся с владельцем соответствующей страницы сайта, объясняем, что это незаконно, там штраф может быть 20 тысяч. Если это вовремя убирают, ну как мы считаем, что наша функция исполнила, мы тоже просто фиксируем. Если это злостное нарушение, мы тогда передаем информацию в органу внутренних дел. Вчера два таких материала были переданы. С помощью соцсетей также мониторили и разоблачали фейки. Все вручную, никаких ботов. Поэтому работали даже ночью. Та же история касается и онлайн-камер. Они не отключались вообще. В местах, где интернет плохой, ввели видеозапись. Ну и, конечно, на участках работали наблюдатели, которые пресекали попытки испортить бюллетени. Зеленка, чернила, поджоги, кабинок мы видим по России. Вот у нас с зеленкой два инцидента было по сибирскому федеральному округу. В Новосибирске смогли залить. В республике Алтай вовремя пресекли. И везде, где осуществляются эти попытки, мы видим это. Либо тебе обманули на деньги, сказали, вернемся, ты сделаешь. Либо попытки, и все они осуществляются из-за рубежа. То есть в 2018 году такого не было. В Алтайском крае таких серьезных инцидентов не было. Однако попытки помешать голосованию предпринимались. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной итогам выборов. Так, в последний день голосования, жительница города Барнаула пыталась порвать книгу списка избирателей. Ну и, конечно, не удалось. Органы внутренних дел сейчас разбираются. И можно сказать, что это, наверное, самое серьезное. Это ничего серьезного не было. Что же касается дистанционного электронного голосования, то оно выдержало. Система блокчейна даже оставила запас по прочности. Однако интернет от активности граждан и дудос-атак периодически сбоил. Неприятная ситуация, учитывая, что Алтайский край был в лидерах по числу пользователей ДЭК. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев, Алексей Фризин. День с толком. Самыми активными избирателями, пожалуй, стали люди старшего поколения и известной личности региона. Среди них депутаты, а также руководители органов власти края и города. Так, одними из первых в Барнауле избирательные участки посетили и проголосовали председатель КЗС Александр Романенко, губернатор Виктор Томенко, а также мэр Барнаула Вячеслав Франк. Глава города проголосовал на избирательном участке номер 255. Он отметил, что в Барнауле совместно с избирательными комиссиями администрация краевой столицы постаралась создать максимально комфортные условия для того, чтобы каждый горожанин мог выполнить свой гражданский долг. Кроме того, мэр подчеркнул, что с 15 по 17 марта в Барнауле проходило еще одно важное голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2025 году по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Алтайский край и столицы во всероссийском голосовании за объекты благоустройства принимали участие уже в четвертый раз. Для этого в городе работали специальные пункты. Волонтеры на местах рассказывали о каждой территории, которая есть в списке и помогали проголосовать за понравившийся объект. Всего в перечне 37 пространств. Объект-победитель ждет комплексное преобразование в следующем году. Напомним, в этом по итогам голосования прошлого года будут благоустраивать парк имени Ленина в индустриальном районе. Елена Макаренко, День с толком. Рядовые жители края активно голосовали очно в первый день голосования. Но и выходные избирательные участки не пустовали. Хотя в целом эти выборы прошли очень спокойно. Возможность дистанционного голосования сыграла свою роль. Ощущение бодрости и выполненного долга. Никаких очередей и задержек, даже чтобы подумать. Заходят, сразу отмечают, уже все определились с выбором. Сразу проходят в Каибу. Мы всей семьей обсуждали, кто за кого. И сейчас вот шли опять, ну как так или так. У нас было, правда, какое-то сомнение. Но все-таки мы определились. Татьяна пришла на участок с сыном. Выбор у ее семьи один, призналась женщина. У нас единственный кандидат, и я открыто это могу сказать. Он очень много сделал для своей страны, для России, для нас. Да и не только для страны, для мира. Вы посмотрите, сколько он в мире этого всего доброго сделал. Ну, конечно, есть не очень довольны, потому что не все вроде как в нашей стране делается. Всему свое время и в нашей стране все будет хорошо. Надо только в это верить. В этом году сложный выбор на голосовании? Для вас? Для меня, да, посложнее. Без лукавства скажу, что я, в общем-то, доверяю нашим средствам информации. Фильтровать я и сам умею. Выбор непростой, но да. Но проголосовал, я считаю, как надо. Чаще всего на участки шли избиратели среднего и старшего возраста. Последние ждали особого подхода, говорят, на участках. Они идут сюда как на праздник. И ждут музыки, танцев, поздравлений. Вновь голосующий. Вчера был один. Поэтому для нас была эта радость. Я приходила в школу и голосовала. Просто так, удобно. После работы пришла и проголосовала. А вы уже голосовали? Неинтересно. В этом году сложный выбор был бы лично для вас? Нет. Он уже который год несложный. Кандидатов нет, как таковых, нормальных. Из-за дистанционных форматов, голосующих очно, на участках было значительно меньше. У членов избирательных комиссий было много свободного времени. Поэтому каждого пришедшего одаривали вниманием. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. Представители общественной палаты Барнаула измерили температуру на избирательных участках. Напомним, в городе в течение трех дней работали почти три сотни уиков. Насколько они были готовы к встрече с избирателями, традиционно оценивали члены Барнаульской общественной палаты. Количество наблюдателей, оформление информационных стендов, местоположение видеокамер, уровень освещенности. Представители городской общественной палаты во время рейда по избирательным участкам интересовались буквально всем. Наша задача очень простая. Все ли сделано комфортно, готовы ли или нет у нас сами кабинки для голосования. Чувствуют себя уютно, приветливо, встречают избирателя или нет. С каким настроением приходят. Сколько уже сегодня проголосовало. То есть как это идет. Мы снимаем в какой-то степени температуру, настроение, которое царит на избирательных участках. Представители общественной палаты в очередной раз делали акцент на том, что они выполняют не контролирующую функцию, а лишь наблюдательную. Смотрят и оценивают готовность избирательных участков к визиту горожан, которые голосуют за президента страны. Все подготовлено, комфортно. Люди, сотрудники и наблюдатели улыбаются. То есть состояние праздника, который был у нас когда-то в детстве, оно присутствует. И это тоже радует. Напомним, что в течение трех дней с 15 по 17 марта барнаульцы на ряде избирательных участков также могли проголосовать и за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Представители общественной палаты высоко оценили работу волонтеров, которые помогали барнаульцам отдать свой голос за обновление общественных городских пространств. Валентина Аскерова, День с толком. К другим темам. Сразу несколько ДТП с пассажирскими автобусами произошли на алтайских трассах в минувшие выходные. 16 и 17 марта в регионе бушевала непогода. На трассах, по словам автомобилистов, была плохая видимость, сильный ветер и гололед. Это и спровоцировало серию аварий. В субботу на трассе Биск-Барнаул пассажирский автобус летел в Кювет. По данным МВД, 56-летний водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги. В результате происшествия никто не пострадал. А вот на следующий день без пострадавших не обошлось. 17 марта в немецком национальном районе перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Всего пострадало семеро. Их осмотрели врачи скорой помощи, одного госпитализировали в больницу Славгорода. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка. К другой теме. Голубое топливо реально с сегодняшнего дня. Жители села Срост Кибийского района теперь будут отапливать свои дома не дровами, углем, а природным газом. В рамках догазификации Алтайского края в населенный пункт пришел долгожданный газ. Газификация села Срост Кибийского района началась еще в 2018 году. Тогда в районе построили межпоселковый газопровод, а после желтую трубу завели в само село. Новая линия протяженностью 20 километров обеспечит ресурсом 710 домовладений. Получается, что теперь жители всего села имеют возможность пустить в свой дом голубое топливо. Газ пришел в Сростке. Много уже мы рассказывали про это. Почти 1400 домовладений сегодня в Сростках получили уже такую возможность подключиться к газу. Это все домовладения, которые есть на территории села. Огромную выражаю радость за жителей и, конечно, благодарность нашим газовикам, их подрядчикам. Сейчас в Сростках подключено уже 176 абонентов. Заявки на подключение уже сделали 577 жителей села. Заключено 508 договоров. Оборудование внутри дома жители устанавливают за свой счет. Само подключение к газу бесплатное. На сегодняшний день нам очень важно, чтобы вы приходили в нашу офис и подавали заявление через МФЦ с целью дальнейшей дегазификации собственных домовладений. Потому что голубое топливо – это, безусловно, совершенно другой уровень комфорта, это удобство. Житель села Сростки Юрий Васильев показывает газовый котел, который теперь будет отапливать все жилище. Рассказывает, с приходом газа все изменилось. Буквально сразу смогли это почувствовать. Носим дрова, уголь засыпаем в котел туда, печку топим, потом вытаскиваем золу. А это сейчас все. Котел запустился, тепло идет. Объем строительства сетей в Алтайском крае с каждым годом растет. В настоящее время на территории региона технически возможно подключение свыше 48 тысяч домовладений. Всего в ходе реализации программы догазификации в Алтайском крае построено практически 920 километров распределительных газопроводов. Порядка 600 километров из них в 2023 году. Дарья Федоркина, Кристина Чернова, Илья Питков. День с толком. За звание лучшего учителя в Алтайском крае соревнуются 34 педагога. 10 из них в номинации «Педагогический дебют». Они уже проявили себя в заочном этапе ежегодного конкурса «Учитель года Алтая». Очный продлится с 18 по 22 марта. Сегодня конкурс торжественно открыли в Институте развития образования имени Топорова. Победители представят край на всероссийском уровне. 34 года у нас в Алтайском крае проходит этот профессиональный учительский праздник. Здесь представляет опыт разные районы, школы нашего большого региона. И мы с радостью и удовольствием видим, что у этого конкурса никогда не бывает повторений. Это всегда новая история. Конкурсанты очного этапа уже прошли отбор в заочном состязании. Их оценили по видеовизиткам. Это записи уроков и методических докладов. Следующие три дня учителя будут вживую вести воспитательно-просветительский разговор на заявленную тему и проводить полноценный урок по своему предмету перед незнакомыми школьниками. По традиции уроки пройдут в 42-й и 53-й барнаульских школах. По итогам двух туров отберут финалистов конкурса, которые будут участвовать в испытаниях третьего дня. Десять самых лучших проведут мастер-классы коллегам, оставшимся позади. В результате останется трое лауреатов, из которых и определят победителя. Мы не оцениваем, мы ценим. То есть основной идеей конкурса является как раз выявление наиболее интересных и востребованных передовых педагогических практик. Естественно, на конкурс выходят лучшие учителя Алтайского края, которые стремятся поделиться своим опытом, естественно, научиться у своих коллег. В дальнейшем ему предстоит представить Алтайский край уже на всероссийском этапе конкурса. Ну а призовой фонд в Алтайском крае из года в год растет и увеличивается. В этом году достаточно солидно. Рекордное количество гостей посетили в этом году фестиваль «Сибирская масленица» Селенова-Тырычкина. Народные гуляния собрали не меньше 25 тысяч человек. Ярмарка, выступления творческих коллективов, конно-спортивные состязания, конкурс масленичных чучел, соревнования на масленичном столбе. Программа по-настоящему насыщенная и веселая. Свои площадки организовали и алтайские производители. Угощение блинами, дегустация продукции, конкурсы и призы. Далее подробнее. Эх, какая сибирская масленица! Блинами, баранками и хороводами широкую масленицу на Алтае отпраздновали по-настоящему большими гуляниями. В этом году фестиваль в Селенова-Тырычкина отметился рекордным количеством гостей – не меньше 25 тысяч человек. Встречали всех с задорными песнями, заводными танцами, напитками и, конечно же, угощениями. Барнаульский молочный комбинат каждый год принимает участие в широкой масленице. В этом году мы представляем дегустацию нашей продукции «Модест», «Лак», «Карагужинские». Также у нас на площадке представлен мастер-класс по выпеканию блинов. Различные конкурсы проходят, викторины. Конкурсы на меткость, ловкость и смекалку собрали огромное количество детей и взрослых, которые с азартом играли и выигрывали продукцию от компании. Угощали гостей и бесплатными блинами. За ароматными, с сырным припеком, блинчиками выстроилась очередь. Получить заветное лакомство можно было за авторский стишок или рассказ о продукции комбината. Молочная сказка – это про вас. Кушайте, дети, «Модест», это класс. Плавленые и твердые сыры, йогурты разных вкусов, зернистый творог, сметана, а также радость детворы, сладкие творожки, безмолочной продукции и масленица не праздник. Продегустировать бесплатно и приобрести продукцию можно было прямо на площадке. Кстати, совсем недавно Барнаульский молочный комбинат отметил свой юбилей – 45 лет на рынке. Юлия Цапко, Кристина Чернова, Илья Питков. День с толком. А в Барнауле масленицу масштабно отметили в парках города. В «Лесной сказке» и «Изумрудном» организовали развлекательные программы для детей и взрослых. Участие в масленице принял и один из ведущих производителей Алтайского края – Барнаульский пивоваренный завод. Барнаульцев зарядили не только хорошим настроением, но и разнообразной продукцией от предприятия. Вместе со всеми провожали зиму и наши корреспонденты. Масленицу в краевой столице в этом году отпраздновали с большим размахом. Тысячи людей собрались на нескольких городских площадках. Наиболее привлекательными точками для барнаульцев стали парки «Лесная сказка» и «Изумрудный». Настроение прекрасное, праздник хороший, наш русский, веселый, задорный, добрый, вселяющие надежды какие-то. Поэтому все замечательно. Пришли посмотреть «Масленицу сжечь». Часто ходите? Мы стараемся, да, каждый год. Какие эмоции вообще рассчитываете получить? Обновление. Масленицу сожгли, новое получили. В народных забавах с удовольствием участвовали и дети, и взрослые. Состязались в ловкости, перетягивании каната. Свои конкурсы для гостей праздника подготовил один из ведущих производителей Алтайского края – Барнаульский пивоваренный завод. Нужно взять в одну руку эту упаковку нашего чая, нашего торгового «Ай-чая». Да, держите, держите, в одну ручку. Ребята мерялись силой и выносливостью между собой, ведь никто не хотел отдавать победу просто так. Вот она, вот она силушка богатинская. Кстати, призы получили все без исключения, а именно упаковки тонизирующего холодного «Ай-чая» всей вкусовой линейки. Я занял второе место. Это, конечно, круто, но жаль, что не первое. Но мой друг занял первое место, я за него тоже рад. Масленица, реально классный праздник. Здесь устроили такой интересный концерт, и в конкурсе я вот выиграл. Реально классные призы, не ожидал, что целые две упаковки дадут, это круто. Самые маленькие поиграли в «Ай-чай» боулинг и тоже не остались без подарков. Как и гости парка, которые оценили вкус чая по достоинству. Мы сразу на шашлыке, и вот как раз чай пьем. Это новый вкус, я такой не пробовала, мне очень нравится. Нет, вообще, чай все пьем. Здесь мало калорий, это очень полезно. Да, все срочно надеялись. Ну, отличный вкус, насыщенный вкусный чай. За веселую атмосферу отвечали народные коллективы города, а БПЗ за веселые опросы. Блины напекли? Конечно. Дети помогали? Да. Пытались. Мне не мешать. Что помогали, конечно, они вообще у меня умнички. Сколько первых блинов сделали комом? Все съели. Даже те, которые комом? У меня собака просто есть. Основная забава на Масленицу? На столб лазить, доставать призы. А лазили на столб раньше? Раньше лазил. Мы уже 50 лет вместе, он по молодости лазил. Какие вы хорошие, а? Что провожают? Зиму. Зимушку зиму. Давайте, я вам дарю ай-чай, чтобы вы охладились от этих горячих проводов зимы. Спасибо. Завершился праздник по традиции сожжением чучела. А напитки Барнаульского пивоваренного завода получили высокие оценки от жителей города за яркий и гармоничный вкус. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом наш эфир подошел к концу. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok